Привет, друзья! Меня по-прежнему зовут Миша Килкунтак, и мы с вами продолжаем играть в Life is Strange 2, третий эпизод под названием Glush. Я вроде бы уже в этой комнате всё смотрел в прошлой части. Думаю, что ничего не осталось, поэтому мы можем спокойно выйти из комнаты. И походу нам придётся сейчас искать Даниэля. Давайте постучим к нему. Пустишь меня? Это я, злобный старший брат. Нет! Не входи! Я сказал нет! Убирайся! Мне пофиг, я тебя не слышу! Ля-ля-ля-ля-ля! Чувак, ну хватит! Ля-ля-ля! Давайте поговорим, что ли, с ним? Эй, Даниэль, отстань от меня! Да ладно тебе! Эм, ну не знаю тогда. Ну, я же уже всё смотрел. Может быть, игрушку используем. У тебя остался... Мы добавили его в том стрёмном цирке, помнишь? Ты так хотел его получить? Я его выиграл, попав в ту дурацкую мишень. Ага, точно. Только целился не ты, а папа. Ну и что? Ты же получил игрушку. Благодаря мне. Отстань от меня! Так, давайте ещё что-то поищем, благодаря чему мы сможем помириться с Даниэлем. Вот есть игрушки, а тут ничего нет. Ладно, кубики он не хочет. Плюшевая игрушка. О, я же забыл про Бигфута Бобби. Я привёз его из поездки в классном... с классом в Ванкувер. В смысле? Кто бы ещё мог так сделать, кроме суперклёвого старшего брата? Он прав, Даниэль. Ты просто обязан его простить. Видишь, это не я сказал, это Бобби. Почему ты до сих пор здесь? Что-то Даниэль вообще на нас, конечно, надулся. Шон, я всё папе расскажу. Я серьёзно. Так, вот я вижу ещё звездолёт, но давайте попробуем игрушечным роботом. Чёрт, сто лет тебя уже не видал. Папа умолял меня подарить его тебе. Ты всегда клянчил у меня игрушки. Интересно, он ещё работает? Да, ты его сломал. Бедный робот. Там батарейки нет, прикинь. Я тебя не слышу. Ну ладно, давайте космолёт, точнее звездолёт. Эй! Крутая штука. Сам сделал? Осторожней! Ого, не сломай! Да не вопрос. Быстро ты вспомнил про осторожность. Можно присесть? Ну, наконец-то у нас что-то получается вроде бы. Так, ты давно это сделал? В прошлом месяце. Папа сказал, что мне надо учиться. Делать всё самому. Потому что... Ты не всегда рядом. Эй, да брось! Я же не ушёл из дома. Ты всё равно, что ушёл. Тебя вечно нет. Мы даже в игры больше не играем. Мы больше ничего не делаем вместе. Да, нет. Мне просто... Иногда хочется пообщаться с друзьями. Через пару лет и ты будешь вести точно так же. Чего это? Я не хочу становиться взрослым. Это скучно. Так. На. Извини, что взял их. Так вот, что тебе было нужно. Эти дурацкие часы? Ты сказал, что купишь мне часы. Когда мы были на барахолке неделю назад. Но ты забыл. Как обычно. Ладно, тогда забирай эти часы. Ух ты! Спасибо, Шон! Они очень крутые! Я их буду носить всю жизнь. Так, вот часики лежат, себе лежат. А мы что, спим снова или как? Да, получается спим. И у нас, видимо, закончилась предыстория и продолжение. Продолжается основной сюжет игры. Я понял. Ну же, Шон, вставай. Хватит дрыхнуть. Уже солнце светит. И надо посмотреть, кстати, где там Даниэль бегает. Кто это вообще? У нас песик лежит? Откуда он взялся? Шон, просыпайся, тебя лижут. Ну же, ну же, давай, пора вставать. Хватит тут валяться. Ещё, 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 ещё. Вставай, подымайся. Давай, давай, давай. Бодрячком уже всё нормально. Вид у тебя, конечно, потрёпанный. Так, подарок, сувенир, часы Даниэля, письмо Кэррен, рюкзак, конверт. Рисунки и бритва есть. Застёжка. Давайте начнём с бритвы. Ага. Теперь я, типа, настоящий мужик. Ого, да ты вообще мужик, подарок. Блин. Бивер Крик словно остался в прошлой жизни. Так вот, открылся у нас почему-то рюкзак. Не знаю почему. Сидящий медведь. Но более детально рассмотреть-то я его всё равно не могу. Сувенир. Даниэль не любит поднимать эту тему. Но я вижу, что он скучает по Крису. Часы Даниэля. Видимо, они ему уже не нужны. Рюкзак. Ну, я не знаю, в рюкзаке что-то есть. Раньше мы жили в просторных комнатах. А теперь все наши вещи умещаются в один рюкзак. О, да, конечно. Блин, даже не знаю, что сказать. Это печально, Шон. Но, тем не менее. Мы хотя бы от копов сбежали. Письмо Кэррин. Даниэль постоянно его перечитывает. Я сказал, что на неё надеяться нельзя. Мам, пап, до меня дошли новости из Сиэтла. Я в полном шоке. Понятия не имею, что там произошло. Но я точно знаю, что Шон и Даниэль не виновны. Вы их единственная родня. Пожалуйста, помогите моим мальчикам, если они к вам приедут. Вы можете связаться со мной по этому адресу. Это Ая, которым я иногда пользуюсь. Я знаю, что вы мне ничего не должны. Но умоляю вас, помогите моим сыновьям, если сможете. Ка, то есть Кэррин. Понятно. Так, ладно. Конверт. Ещё месяц. И сможем махнуть в Мексику. Так, в смысле, что у меня есть? Штука долларов? Серьёзно? Да, штука 421 бакс. Ничего себе, ничего себе. Да мы живём, Шон. Рисуночки, так. До сих пор не верится, что мы снова встретили этих ребят. Судьба это та ещё шутница. Ну, как бы да, вот такое бывает. Ладно, я думаю, пора открыть застёжку. Выходим потихоньку с палатки. Конечно же, перед этим одеваемся. Ох, хорошо-то как на улице. Свежо. Птички поют. Прохладный ветерок. Эй, лохматый. Хорошо спалось. О, привет. Ну да, хорошо. Спасибо. Клёво. Так, ладно. Схожу-ка я в душ, пока там вода есть. А что это вообще за девушка такая? Хорошо, до скорого. Округ Гумбольд, Калифорния. Через два месяца после событий в Билверк-Рике. Понятно. Эй, Шон, пора завтракать. Так, ничего себе, где-то мы оказались. И главное, с кем? Тут слева, я так понял, особо ничего нет. А справа очень много даже чего. Палатка Фина, например. Можно войти, что ли? Осмотреть. Давай. Так, значит, книги. Он всегда читает по утрам. Чувак, ты и так уже круче некуда. Гриндер? Мне казалось, что я любитель травки. Но до этого чувака мне явно далеко. Упаковки из-под презервативов? Рад видеть, что хоть кто-то тут развлекается. Семейное фото. Так странно видеть его ребенком. Финн был таким... Невинным. Ну, все мы были в детстве невинными. Так, карта железных дорог. Финн рассказал мне про зацепинг. Эта карта для него что-то вроде... Что-то вроде чего-то. Баллончик с краской. Да. Без краски поезд не разрисуешь. И конвертик. Приятно знать, что у Финна есть друзья. Больше ничего не скажешь, ладно. Сан-Диего, 18 октября 2016 года. Финн, спасибо, что прислал открытку. Было приятно снова получить от тебя весточку. Я обожаю твои путевые заметки. Сказать по правде, они заменяют мне путешествия. Всегда мечтал поездить по стране или даже по миру. Но, как ты сам знаешь, я избрал иной путь. Мы с тобой об этом уже говорили. Но за 20 лет работы в полиции я повидал немало молодых ребят, которые угодили в тюрьму. А потом оказались на улице. Нам плевать, чем они займутся, когда отсидят срок. Хотя именно в этот момент мы изо всех сил должны им помогать. Как ты наверняка помнишь, наша с тобой первая беседа не задалась. О чем я до сих пор сожалею. Но я хотел доказать, что действительно желаю помочь, чтобы ты доверился мне. Я не был уверен, что у меня получится. Ты будешь смеяться, но я рад, что оказался неправ. Ты показал мне, что несмотря на всю боль и гнев, ты хотел учиться. Хотел помогать тем, кто чувствует себя одиноким, без друзей и поддержки. Я рад, что для путешествия ты нашел товарищей, которым доверяешь. Я до сих пор переживаю из-за поездов и всего остального. Но ты это и так знаешь. Надеюсь, вы найдете постоянное место, и оно станет вам домом. Я уверен, что все у вас получится. Нынешний мир чуть суровее, чем во времена моей юности. Но жизнь подбрасывает свои испытания каждому поколению. Я горжусь тем, что твои слова не расходятся с делами. Вот такое вот письмо нам написал Финн. И давайте уже выйдем с этой палатки. Замечательно. Так, палатка... Чья-то палатка? Палатка Кессиди. Эта девчонка еще большая Соня, чем я. Еще большая Соня, точнее. А где вход в ее палатку? С той стороны, что ли? Вот, наверное, это и есть вход. Так, ладно. Мусор, картонная табличка, гигантское дерево. Давайте мусор сначала посмотрим почему-то. Блин. У нее бардак хуже, чем у меня. Даже не верится. Ну, и такое бывает. Картонная табличка. Запасные таблички не помешают. Согласен с тобой. Гигантское дерево. Мне очень нравятся эти деревья. Такие древние и величественные. Да, уже не поспоришь с тобой. Так, там еще что ли? А, это душ. Я думал, еще палатка. Ладно, давай. Может быть и туалет есть, и душ. Давайте сначала в туалет сходим. Вот она, роскошь Кумбальда. Не, я не могу сходить. А в душ, может быть, подсмотреть можно? Мы в душ ходим всего пару раз в неделю. Это остается... А, зато остается время, чтобы... Чтобы что? А ну-ка, давайте прочтем. Всего пару раз в неделю. Время остается, чтобы побездельничать. Я понял. Ладно, ладно, ладно. Так. Как же много здесь всего. Полена. Ты тоже видел этот туман? Он такой стрёмный. Фиг знает, что там внутри. Как в том фильме. Солнце спасло нас. Так, собачка. Впервые вижу такого пса-пофигиста. Погладить. Ему вообще фиолетово. Ага. Можно подумать, тебя здесь некому больше погладить. Так, ладно, полена. Давайте обойдем. Сесть и что? А, сесть и рисовать, наверное? Да, давайте. Почему бы и не порисовать? Вот, сосредоточимся на этом. Все. Удерживайте, чтобы рассмотреть. Хорошо. Сейчас все рассмотрим. Так, доставай карандаш, чувак. Вот, я уже рисую. Рисую потихоньку. Давайте еще на чем-то сосредоточимся. На чем мы можем сосредоточиться? На вот этих деталях. Окей. Давай, давай, давай. Какие же чудесные деревья. И не говори. Так, вот деревья уже появляются. В наших зарисовочках. Так, а чего ты сделал паузу, Шон? Давай продолжать. Ммм, симпатично. Может добавить больше деталей? Давай, давай, добавим деталей, конечно же. Почему бы и нет? Нам ведь нужен четкий рисунок, верно? Я уже налюбовался. Я тебя понял, Шон. Да, так уже гораздо круче. Удерживайте, чтобы рассмотреть. Я уже понял. Давай, давай, давай. Круто. Кажись, я теперь могу это нарисовать. Сколько кустов, палатки. В общем, достаточно деталей, на самом-то деле, в таком рисунке. Мне очень понравилось даже. Получено достижение. Американские граффити. Вот так вот. Ладно, ладно. Граффити мы сделали. Она так и написана, наша палатка. Ладно. Костер. Можно посмотреть на потухший костер. Мне нравится сидеть здесь со всеми по ночам. Словно мы тут свои. Так, это я согласен, это я понял. Палатка Пенни. Пенни до сих пор для меня загадка. Он не от мира сего. Но туда заглянуть я не могу. Палатка Ханны. Ханна очень закрытый человек. Лифчик висит. И наверняка ненавидит меня. Вот. Прикольно, прикольно. А где труселя? Труселей не вижу. Как так? Так, ладно, давайте я шел с той стороны. Может быть обойдем сначала по периметру, а потом уже ближе к центру пойдем. Ну мне так кажется, плакаты висят. Здесь так много людей пропало. Жуть. Указатель к озеру. Мы пару раз ходили купаться. Пипец, как холодно. Ну охренительно круто. А собачку я уже гладил. Генератор. Блин. Я бы продал душу за такую штуковину, когда мы мерзли в той лачуге в Орегоне. И не говори, Шон, мусорные мешки. А куда они их девают потом? Странно, что к нам не приходят медведи. Ведь вокруг столько мусора. Так, это понятно. Ладно, палатка Джейкоба и сам Джейкоб, я думаю, подождут. Пора пить кофе, Шон. Чувак, наливай кофе и садись к нам. Сейчас, погоди. Бутылки с водой. Вода здесь большая редкость. Почти вся она уходит на полив плантации. Ладно, кофеварка и список дел. А какой список дел? Ага. Сегодня мне предстоит таскать тяжести. Список дел в лагере. Почистить ведро, посуда, купить продукты, канистры с водой, топливный генератор. Вноси свою лепту, ёпт. Вот так вот. Понятно. Кофеварочка. Нет, кофе лучше, чем кофе в лесу. И точка. Тогда давайте нальем его. Что? Ты это слышала? Ээээ, Пенни, я ничего не слышу. Хм. Может, это кофе закипал? Забей. Ты не слышишь? Только я могу. Не понимаю. Почему? Как ты не слышишь этот рой? Как так-то, блин? Они приближаются. Насекомые, копы? Ты про насекомых? Я редко тут вижу летающих насекомых. Сейчас же зима. Шон! Шон! Копы, дроны, невидимки и всё такое. Очнись, пацан! Смотри в небо! Ты их видел? Когда? Как? Я всё вижу, Шон. Они и сейчас за нами наблюдают. Будет фигово, если мы с Андерсом потеряем работу. Мы на эти деньги путешествуем. Та же история, куда вы отправитесь? Ну и что? Куда вы отправитесь дальше? Хотим съездить в Остин, посмотреть на ковбоев. Но мы уже потратили кучу денег. Путешествовать дорого. Смотря как путешествовать. Глянь на нас. Стрижка травы. Как только её разрешат. Но тогда вы сможете тут легально работать. Разве нет? Нет, если правительство, и копы, и фармакомпании. Ничего хорошего. Так, бандюки пойдут нахер. Не будут обманывать работников. В Вашингтоне же разрешили. Ну не знаю, не знаю. В Вашингтоне траву разрешили, и... Там всё в порядке. Она вообще везде скоро станет легальной. Легальной, но под контролем. Чьим? Тех тварей, которые когда-то её запретили. Да здравствует свобода. Что-то наверняка изменится. Кстати. Кто-нибудь знает, где Даниэль? Я сегодня его ещё не видел. Я видела его с Финном. Они собирались на озеро. Спасибо, Ингрид. Пойду. Узнаю, что он там затеял. Скажи им, чтобы не плавали. Это озеро Ядовитое. Мерзость. Да, ты очень вовремя сказал, что озеро Ядовитое. Так, эй, Шон, кажись, ты что-то забыл. Ты ведь сваришь ещё кофе, да? Всё время кажется так. Чего? Ты хочешь ещё кофе, что ли? Не знаю. Так, давайте овсяные хлопья посмотрим. Они в основном питаются всякой странной хипстерской едой и дешёвым фастфудом. Ну, я не знаю. Давайте подойдём лучше к Джейкобу. Подожди, я к этой палатке подходил? У этих ребят клёвое снаряжение. Вот бы мне такое. Это палатка Ингрид и Андерса. Ещё есть водосборник, канистры с водой. А ну-ка. Моя очередь. Сегодня нужно будет принести воды на кухню и к душу. Вот бы дожди шли почаще. Приятно пить свежую воду. Ну, понятненько так. Вот у нас есть палатка Джейкоба, а потом с самим Джейкобом пообщаемся. У Джейка всё всегда чисто и аккуратно. Да он и сам такой. Что нового, Джейк? Привет, Шон. Да как обычно. Чем занимаешься? Ээээ, это я младшей сестре открытку на днюху делаю. Только не смейся. Где она? Ооо, это так мило. Сколько ей лет? Ей сейчас девять. Как и Дэниэлю. Ты скучаешь по ней? Пожалуй, по ней скучаю сильнее всего. Мне даже слегка завидно, что вы с братом всё время вместе. Но тебе небось трудно с братом быть и отца заменять. Это мой долг, давно хочу побыть один. Эх, не знаю, не знаю. Ладно, давайте не будем кривить душой и ответим честно. Да, и мне порой хочется побыть одному. Чтобы никто не мешал. И всё такое. Правда? Я ненавижу одиночество. Видать, привык, что рядом всегда кто-то есть. Слушай, раз ты такой крутой старший брат, может, поможешь красиво что-то сделать? Пока. Звучит как-то глупо, правда? Сердечки и единороги с мыслями о тебе. Что ей нравится? Ну, значит, как окончание письма сделать на открытке. Ну, не знаю, не знаю. Давайте, давайте спросим, что ей нравится. Так, а что ей нравится? Аниме там? Видеоигры или... Эээ... Собачки? У неё есть ручной петух по имени Александр. Сара его обожает. А у меня от него мурашки по коже. Может, тогда нарисуешь смешную картину с Александром? Отличная мысль. Я ей пишу и рисую, как курица лапой. Ладно, Шон, спасибо тебе за помощь. Допишу письмо и буду собираться на работу. Опаздывать нельзя, а то большой Джо меня с потрохами сожрёт. Да, он нас обоих сожрёт. Покеда, Джейк. Так, ладно. Подожди, что, Шон? Ещё раз спасибо, чувак. Пожалуйста, чувак. А что у нас по заданиям? Пойти на озеро к Даниэлю и Фину. То есть, озеро у нас там. А, собачка лежит на месте. Ладно, друзья, давайте тут сделаем перерывчик. И пойдём на озеро уже в следующей серии. Спасибо вам большое за ваш просмотр. Огромной вам удачи. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.